Всем привет! С вами Игровое Сообщество Бэндитс и сегодня я расскажу вам о том, как попасть в земную кузницу и получить доступ к ремесленным станкам наборов чешуя Оргнума и Надежды Когринака. Гномы использовали тепло Недр Нирна во многих целях. Пар служил источником питания их устройством и обогревал подземные города. А чтобы ковать их великолепные металлы, нужен был сильный жар кипящей лавы. Земная кузница – это закрытая локация, в которую можно попасть только после выполнения финального задания гильдии бойцов под названием Воля Совета. Для получения задания мы отправимся в город Эвермор, который находится в локации Банкарай. Поднимаемся на второй этаж гильдии бойцов для встречи с Элиф. От Элиф мы узнаем, что видит все цвета, убила ее Фнира, прежнего главой гильдии бойцов и стала главой гильдии. С нашей помощью Совет узнал об этом и приговорил ее к смерти. Элиф предлагает направиться в земную кузницу и посоветоваться с Мериком. Элиф создала портал, который переместит нас в земную кузницу, куда мы и отправляемся. Следуем за Элиф, которая приведет нас к Мерику. Мерик сообщает нам, что почти закончил свою работу и готов помочь нам с последним заданием. Видит все цвета приговорили к смерти, и она пустилась в бега. У Элиф есть план с помощью Йофнир выследить беглянку. По ее мнению, видит все цвета не просто предала гильдию, а переметнулась к врагу и служит самому князю лжи, а значит она приведет нас прямо к Мортуум Вивикус, после чего Мерик предлагает нам выбрать оружие, которое мы получим в награду. Элиф призывает дух Йофнира, с помощью которого открывает портал в залы прочности. Нам необходимо взять оружие и отправиться в портал. Исследуем залы. Находим кристаллы и используем их для прохода во внешний двор. Там мы встречаем Видит все цвета, которые пытаются настроить нас против Элиф. Она признается в убийстве Йофнира, но мы узнаем, что по-настоящему она служит Меридии. Ее план заключался в использовании гильдии бойцов против Молокбала, и это стало и причиной убийства Йофнира. По окончанию разговора во внешнем дворе появятся кровавые источники, которые нам потребуется закрыть. Как оказалось, Элиф тоже является предателем и желает нас убить. Нам придется расправиться и с ней. Разговариваем с Йофниром. Он радуется своему освобождению и сообщает, что готов нам помочь уничтожить Мортуму Вивикус. Следуем плану и уничтожаем его, после чего мы перемещаемся в земную кузницу, где нас ждут представители гильдии бойцов и душа Йофнира. Разговариваем с ними и определяем судьбу Видит все цвета, после чего наблюдаем за заседанием Совета. Далее следуем за Мериком, уже новым главой гильдии бойцов. Мерик делится своими переживаниями о случившемся и обещает открыть для нас земную кузницу навсегда. Возвращаемся в гильдию бойцов через портал и говорим с Йофниром. Он благодарит нас за проделанную работу и возвращает нам призматическое оружие, которое мы потеряли, но в данном случае он может его изменить на другое, если мы пожелаем. Йофнир вручает нам награду и сам отправляется в Совенгард к предкам, а мы тем самым получаем возможность использовать земную кузницу. Земная кузница состоит из двух залов. В помещении управления давлением мы найдем ремесленные станции набора Чешуя Оргнума, а в дальнем зале основного помещения земной кузницы располагаются станции набора Надежда Когринака. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Не забывайте присоединяться к нам в игре. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok